Следующий вопрос о принятии. Тема очень интересная, тема для многих болезненная, особенно у кого есть проблемы с гневом, у кого есть проблемы с сопротивлением, с реальностью, которая подкидывает периодически все новые и новые, скажем так, дрова в печку. Ну, вот расскажи, пожалуйста, о принятии, как оно тебе видится в каком-то кратком формате и насколько это, если можно так назвать, прикладной инструмент, или это все-таки необходимый жизненный навык, который нужно включать, или этого нужно воспитывать как абсолютно часть духовности своей, ну или вообще духовности как таковой. То есть, я, может, немножко скомканно, но для меня принятие – это способ не погружаться в постоянно поступающие какие-то из внешнего мира как негативные, так и позитивные изменения, а уметь наблюдать и соглашаясь действовать. Принятие часто путают с покорностью, со смирением и так далее, но это все-таки разные вещи. То есть, принятие – это отсутствие потакания себе в чем-либо. То есть, вот часто говорят про эмоциональный интеллект, и в контексте эмоционального интеллекта тоже говорят про принятие, но это не про то, что я ведусь на свои хотелки какие-то. То есть, принимаю себя там вот таким и… Да, типа, вот я такой, ребята, и вот я такой, типа, да, я там бухаю, ругаюсь матом, ну что поделать, я себя таким принимаю. Вы можете не принимать, а я… Это не более чем потакание просто своим… И оправдание еще. Да, да, импульс, ну да, мы все себя оправдываем по-любому. Вот. И принятие – это, ну то, что мне нравится сочетание, не сопротивляться возникновению чего-либо. А не сопротивляться возникновению – это когда мы перестаем, в первую очередь, в своем внутреннем поведении, потому что внешнее – это следствие внутреннего. Перестаем пытаться убежать от чего-то, что нас тревожит, но, с другой стороны, мы не триггерим себя специально вот этим, что тревожит. И также мы не стараемся убежать от этого что-то прекрасное, да, вот это принятие реальности. И точно так же мы не пытаемся удержать, когда что-то приятное и прекрасное приходит. То есть упиваться им, то есть мы перестаем за счет этого в жизни раскачивать вот эти качели импульсивного поведения. Но не попадаем ли мы в амортное состояние? Ну да, и то, и все хорошо. Нет, не попадаем. Все нормально. А вот это путают как раз невозмутимость с равнодушием. Равнодушны мы только к тому, что нам безразлично, то есть к каким-то нейтральным вещам. А вот уверяют тебя вот эти люди, которые, как бы, ну, как сказать, пофигисты, ты знаешь, анекдот про конкурс пофигистов, где там первое, второе, третье место заняли, и берут интервью у всех, и у победителя, да, спрашивают, правда, что вам там женщины, ой, там, еда пофиг, да, пофиг, пофиг, где жить, да, пофиг, а женщины, не, вот женщины нет. Но в правилах же написано, ну мне, потому что пофигу, что написано в правилах. Вот это вот анекдот как раз про ложную невозмутимость. То есть в контексте практики управления внутренней жизнью, вот это принятие невозмутимость, оно всегда по отношению к тем внутренним интенсиям, состояниям, которые у нас возникают непроизвольно. Мы потому что в моменте, который называют здесь и сейчас, всегда имеем дело с тем, что случилось. Мы уже отреагировали, и мы имеем дело с этим состоянием, следствием этой реакции. Ты имеешь в виду отреагировали, приняли, не приняли, сопротивляемся, не сопротивляемся. То есть реагирование происходит на досознательном уровне. Вот все эти сказки про то, что мы можем наблюдать этот импульс и его тут же гасить, нет. Мы не импульс, можем, когда мы сидим в сосредоточенности, мы это действительно можем делать, наблюдать и гасить. То есть вопрос в том, до какой скорости мы разогнали свой ум, насколько мы научились концентрации. Но когда наши органы чувств активно работают, процесс коммуникации, это невозможно, это другое состояние ума. И здесь мы можем, наше, так сказать, проявление свободы воли только в том, что у нас есть действительно промежуток между тем, что мы заметили, что случилось внутри, но мы не перешли на уровень действий. Вот это наша воля. Но это уже про будущее, а не про прошлое. Мы не можем поменять то, что нас привело к этому состоянию. Мы можем сделать так, чтобы дальше это как-то по-другому развивалось, не возникало. А ты имеешь в виду, что если что-то происходит, мы это принимаем и действуем. Смотри, вся практика медитации в чем заключается? Что мы заметили то, что случилось, и отметили, в каком состоянии наш ум это воспринимает. И мы можем культивировать правильное состояние ума и таким образом менять дальше свое поведение, то есть менять внутренние установки. То есть есть вот этот когнитивно-поведенческий момент, и есть момент тренировки умелых умственных качеств, с помощью которых мы можем замечать, можем сохранять правильные отношения, да, и не вовлекаться. То есть не вовлекаться, не вестись, но не быть при этом пофигистом. То есть вот это заблуждение, что если я буду таким равностным, жизнь станет пресной, нет. Она станет еще более яркой на самом деле, по той причине, что наш ум станет более чувствительным, но при этом он станет и более послушным. Здесь вот я хочу сузить воронку этого вопроса. Еще раз, насколько я понимаю, вот произошла ситуация, я так в житейском совсем формате, да, что-то случилось, там сгорел дом, там умерла корова от приступа сердечного. Мы, соответственно, это принимаем, мы говорим, да, мы не могли это предусмотреть, мы не знали, что там загорится дом, хотя мы там все сделали. Да, но мы перестаем убиваться по этому поводу впустую, если говорить на бытовом языке. Дает ли это сил для того, чтобы действовать? То есть, ну, такое, знаете, конструктивное принятие. Конечно, только это и дает сил для того, чтобы действовать, потому что если мы зависаем на своем, вот как раз непринятии, и начинаем убиваться от этого горя, упиваться. У меня вот было две бабушки, обе померли. И они, как и не я, противоположно, совершенно реагировали на стресс, на трудности жизни. То есть, одна она, вот, как знаешь, русские плакальщицы, она по любому поводу стонала, даже когда была сильно счастлива. Вот она, когда меня видела, была так сильно счастлива, что начинала на меня набрасываться. «Ой, ты мой страдалец, мученик!» И вот мне прямо в детстве, я был еще там четырехлетним ребенком, мне плохо становилось от этого, от ее такой вот любви. Она по-другому не умела. Вот, а другая бабушка, она вот как светлое солнце. Она там всем помогала, ничего себе, вот. И как-то тоже во мне, видимо, это заложило. Хорошо, что меня и кто, и кто отправляли. Балансировали. Да, как-то так. Вот. И это совершенно противоположное поведение. То есть, да, обе пережили войну, обе пережили там голод, обе пережили разлук с мужьями, смерть мужей своих, и по несколько детей у той и у другой было. Совершенно разное отношение к жизни. То есть, именно, ну, я почему такой простой бытовой пример, всем понятный, что да, вот дом сгорел, корова подохла, да, но, да, вот это случилось, но если я буду упиваться вот этим состоянием горем, я не могу сделать что-то конструктивное. То есть, мой ум настолько захвачен, настолько омрачен. И вот именно это мы в практике и делаем. Мы отделяем реально то, что произошло, от омраченности, которая дальше возникает, нас пятнает и мучает, как бы прилипает. Знаешь, мне нравится вот у Ницше фраза, по-моему, если знаешь зачем, то всегда найдется как. То есть, если ты мотивирован, да, внутри, вот то, о чем ты много говоришь, такая, видимо, это, мне кажется, все равно, это же фраза про бабушку, которую Солнечную сказал, да, свою, но это же вот в человеке и было. Она же не тренировала это качество в себе, а может и тренировала. Ну, видишь, опять же, зависит тут в данном случае, так сказать, от культурного бэкграунда. Я, например, ничего не знаю о ее родителях, уже узнать не могу. То есть, кто они были, как они ее воспитывали. Чего не может, сейчас все доступно, можно узнать, покопаться. Ну, к сожалению, ну, ладно. Вот, ну, то есть, как бы о их личностных качествах я не могу узнать. Вот, и в данном случае, да, у кого-то это развивается, у кого-то больше, у кого-то в меньшей степени. Это тут сильно зависит, как сложилось все вокруг, конечно. Ну, в общем, в принципе, ты ответил на вопрос. Благодарю.